Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Сегодня у нас будет легкая беседа на нелегкую тему под названием «Катынское дело». И главный наш спикер, вы все его знаете, это знаменитый на весь Кубанский округ так называемый Сергей Композитор или же в простонародье крестьянский юрист. Он по этой теме у нас спец, поэтому он расскажет нам, что же такое «Катынское дело» и почему нас заставляют верить Геббельсу. Сергей, вам слово. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Да, действительно, сегодняшняя запись, сегодняшняя беседа, мы в основном заканчиваем цикл наших роликов о той лжи, которая нанесена в нашей истории. Начали мы нашу запись, наши ролики с исследования о Советско-Польской войне, о том, как готовится ложь и как эта ложь нам преподносится. И ложь эту озвучил никто и иной, как Владимир Владимирович. Лично, правда, со ссылкой на неких историков, которые ему рассказали. А сейчас мы вот эту ложь, вот эту ложь, мы завершаем и будем показывать, как эта ложь делалась. В принципе, мы уже в предыдущих роликах показали, как она создавалась, эта ложь, как она производилась. То есть, первое, Советско-Польская война, мы записали ролик, описали все события, которые ей, ее предвосхищали. Описали хронологически, как все это происходило. И, в частности, описали ту ложь, в которой был обвинен Сталин. Что лично Сталин руководил Советско-Польской войной и лично Сталин внес ответственность за поражение Советско-Польской войны. А сейчас мы переходим к той части, где Владимир Владимирович Путин, наш великий вошь командующий, сказал про Сталина, что Сталин совершил Катынский расстрел, исходя из чувства мести за поражение в Советско-Польской войне. Еще раз подчеркиваю, Сталин никакой ответственности за поражение в Советско-Польской войне не внес, поскольку он ей не руководил, он был против подхода на Варшаву. Так что, начинаем, начинаем наш последний разбор именно, он наиболее сложный. Катынский расстрел, или Катынское дело. Что скажете Владислав? Скажу, что я в этой теме не слишком-то много знаю, посмотрел я пару роликов про Катынь, которых в интернете крайне мало, и в основном там какая-то Билиберда и польский фильм 2008 года, ну а также Борис Юлин, ну я уже сказал Билиберда. Поэтому, мне самому очень интересно более детально узнать, почему все-таки это ложь, обман, и для чего это сделано, и кем. Смотрите, давайте я начну, знаете, с отвлеченного случая, чтобы сделать как бы такое небольшое предисловие. Вот мне один из вот этих вот упоротых, который не понимает ничего, в частности вот ВКонтакте, переписки, он мне начинает утверждать, что были все эти расстрелы, что Сталин был такой, купырь, который там кушал детей и все остальное, но впереди доказательства, доказательства. Он, в частности, приводит мне шифровку от НКВД, вот, о том, что там в таком-то, в таком-то там в Омске арестовано 10 тысяч кулаков, 9 тысяч 300 кулаков подлежат расстрелу. А я ему сразу говорю, товарищ, ты как бы с головой не друг. Какие 10 тысяч кулаков в 1937 году? Все вопросы с кулаками, раскулачивание, так называемое, происходило в 1929 году и окончилось в 1932 году. В Омской области 10 тысяч кулаков в 1932 году не могли набрать никак. Это было невозможно. Так что он мне приводит справку, что по всему СССР только в 1937 году, осенью 1937 года, 65 тысяч кулаков было арестовано. Ну, это просто нереальные цифры. То есть это просто сразу же свидетельствует о том, что вот эти документы, которые он мне представляет, якобы из архивов, это просто подделка, подделка, не было кулаком. В 1932 год закончились все вопросы с кулаками. В 1937 году их не было. Может быть, какие-то отдельные личности возвращались, но не в таких количествах, не 60 тысяч, не 10 тысяч. Ну, это предисловие к тому, как делались подделки. Более детально вы можете о подделках послушать Виктора Илюхина. К нему пришел человек из команды, которые занимались подделкой этих документов всех. И сказал, помимо того, что там использовались штампы, использовались фоксимили, подделывались подписи, он сказал Виктору Илюхину, и Виктор Илюхин, на непокойный, озвучивает, что внимательно, смотрите, мы специально, оставаясь более-менее совестливыми людьми, в каждом этом документе сделали смешные несоответствия. И с первого взгляда видно подделку. Ну, точно так же, как я смотрю, что там шифровка в отношении кулаков, подделка. А теперь, ладно, давайте перейдем, наверное, к основной теме. Мог ли подумать Гитлер, что их пропаганда будет действовать так долго? Примером этой пропаганды и является Катынское дело. Вроде бы, казалось, Нюрнбергский процесс поставил точку, а нет. Итак, история вопросов. Катынское дело. Масштабная фальсификация немецкой пропаганды в своей казни польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществленной после оккупации данной территории СССР, и приписывания данных преступлений советскому правительству. В настоящее время данная версия поддерживается неофашистами и их сторонниками по всему миру. В современной части Катынского дела важную роль играет фальсификация документов в Политбюро, опубликованное антикоммунистическим режимом в 1992 году. А вот давайте задумаемся, да, вот просто сейчас отключемся от истории вопроса, и здесь я вставочку сделаю. То есть расстреляли, польских офицеров расстреляли, расстреляли, как утверждается, с подачи Берии и с решения Сталина. А скажите, пожалуйста, вот просто я изначально задумался, а зачем это им было надо? Ту версию, которую озвучил Владимир Владимирович Путин, месть мы отмели, разобрав в роликах советско-польская война. То есть месть, личная месть Сталина, все уже отмельтается. Скажите, пожалуйста, вот допустим, в 1939 году арестовали польских офицеров. Допустим, они содержались в лагерях. Допустим, расстреливать их зачем было? Что, они не могли обеспечить безопасность? То есть оградить их контрреволюционной деятельностью, обязательно расстреливать. Они не могли их рассредоточить, чтобы они не собирались в группы. Куча еще, куча есть методик содержать подстражи, содержать в лагерях, чтобы эти польские офицеры не занимались контрреволюционной деятельностью. То есть само по себе первый вопрос, зачем, он уже сразу, сразу наталкивает, что ну как бы незачем, большое государство, мощное. Исходя из того, что они представляют опасность, просто так взять их и расстрелять, ну это как-то попахивает бредом. Ладно, давайте дальше будем разбираться. Я тут ставлю своих пять копеек. Сергей, вы просто не понимаете, это кровожадные коммуняки. Вы не знаете настоящей истории. Они все были кровожадные. Все во имя их личных ценностей. Ну действительно, они были настолько кровожадные, что каждое утро пили кровь младенцев, а вечером, видимо, шашлыки из младенцев делали. Ну настолько они кровожадные были. Кровожадные, но построили СССР, который был для людей. Социальное государство. Вот так вот они кровожадные, но построили социальное государство. Ну что ж здесь поделаешь? Вот именно. Да, такие вот они кровожадные были, товарищи. Видимо, кровожадные деспоты строят социальное государство для людей, да? Логика. Логика, да, логика. Ладно, перейдем к истории вопросов. Изначально Йозефу Геббельсу Рукуру Третьего Река удачно удалось распиарить это дело в 1943 году, когда Советский Союз переломил ситуацию. Катынский расстрел был представлен пропагандой Геббельса за типичное проявление безумства русских коммунистов. Мастерски обвиняя советскую сторону в циничном уничтожении польских военнопленных, фашисты стремились измазать грязью Советский Союз в глазах Запада. Своё преступление – казнь польских офицеров. Якобы осуществленное советским чекистом и гитлеровцы использовали для того, чтобы убить клин в сотрудничество Москвы и США. Великобритании и польского правительства в их знаниях. Манипуляция Геббельса удалась. В Польше версию расстреля польских офицеров с советским НКВД приняли очень многие. Вместе с тем США и Великобритания в то время польская тема была невыгодна, поскольку советские войска смогли переломить ситуацию на фронте. Для большей убедительности гитлеровцы в своей пропаганде привлекли польский красный крест – ПКК. Геббельс, выступая 17 апреля на очередной конференции, на которой проходил инструктаж прессы «Радиус» с удовлетворением отметил, что Катынское дело приняло такой размах, которого он сначала не ожидал. Министр пропаганды выразил надежду, что Катынским делом удастся внести довольно большой раскол во фронт противника. главная мысль, которая должна стать лейтмотивом пропаганды – что большевики не изменились, что это те же кровожадные псы, которые набросились на русское дворянство, которые убили латвийское дворянство и латвийскую буржуазию, которые в других частях Европы стали бы так же свирепствовать. При этом Геббельс заявил, что некоторые наши люди должны быть там раньше, чтобы во время прибытия Красного Гриста все было подготовлено, и чтобы при Ростоке не натолкнулись бы на вещи, которые не соответствуют нашей линии. Заметьте, насколько сейчас все это в нашем эфире. И убийство дворян массовое, ну, только как-то массово дворяне переходили на службу большевикам, переходили на работу в СССР. И сам Ленин был дворянин. И убийство прибалтийцев, издевательство. Да тут самое интересное то, что а почему мы должны сочувствовать эксплуататорским классам, таким как дворянство, буржуазия и так далее. Я не отрицаю, что и среди этих классов, даже по сей день, даже среди этих немалочисленных потомков аристократии и дворян, есть достойные люди. Конечно, конечно. Но массовых убийств не было. То есть то, что они там выставляют, вот этот вот товарищ мне в ВКонтакте, прислал фотографию, такие там в город трупов, он говорит, вот доказательства, как большевики зверствовали. А фотографии там датированы 1921 год. Я говорю, слушай, ну, 21-го года фотография могла быть о чем угодно. Вот о чем угодно она. К чему эти трупы в 1921 году? Я согласен, что эта фотография могла быть сделана. Они могли умереть от голода, тем более там очень отощавшие на этой фотографии. Но их могли убить те же самые белые, те же самые интервенты. Они могли погибнуть, эти трупы могли покинуться во время Первой мировой войны. К чему ты мне эту фотографию? 1921 год. Это заканчивается Гражданская война, заканчивается Советско-Польская война. К чему ты мне эту фотографию писал? Что ты хочешь этой фотографии доказать? То есть они вот это вот берут и вот так вот выдергают. Ладно, дальше пятит наше тело. Сейчас я еще чуть-чуть отвлеклюсь по поводу фотографий. Ну а сила фотографий имеет в себе некую ценность, так как когда война во Вьетнаме, Соединенных Штатов и Вьетнама подходила к концу, нужно было как-то оправдать финал этой войны. И по всему миру, особенно в Соединенных Штатах Америки, начали разгонять фотографию. По-моему там была маленькая девочка, вьетнамка, которая там босса, и все в этом духе. И вот они же умирают, они же то-то-сё. И на массовой волне вот этих вот протестов в Соединенных Штатах Америки против войны, как раз таки и дали оправдание, что вот пора выводить войска. Это как пример из истории. Итак, начинается. 28-го, 30-е апреля 43-го года в Капу-Дынь прибыла международная комиссия. Однако это было лишь гибельской фикции. Комиссия была соревнована из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией. Нетрудно представить, что под давлением гитлеров комиссия сделала вывод, что польские офицеры были убиты весной 1940-го года советами. Дальнейшие следственные действия гитлеровцев были прекращены в сентябре 43-го года. Красная Армия освободила Смоленск. 12 января 1944-го года была создана специальная комиссия по установлению и расследованию казней Гитлера в Катынском лесу близ Смоленска военнопленных польских офицеров. Во главе комиссию главный хирург РГК генерал-лейтенант пенцинской службы Николай Милович Бурденко. В комиссию были включены целый ряд видных советских ученых. Более того, в комиссию были включены писатель Алексей Толстой и митрогландист Киевский и Галецкий Николай Ярушевич. В результате работы комиссии Катынский расстрел вошел в обвинительное заключение Нюрнбергского трибунала. Фактически была признана ответственность Гитлеровской Германии за совершение этого преступления. Я не буду лукаять и не хочу от этого. В обвинительное заключение было включено, приговор не было включено. Дальше. Вроде бы поставили точку. Тогда вот на Нюрнберге они поставили точку, как бы все, ладно, возложили вину на немцев по умолчанию и забыли. Все это время все спокойно, потому что, ну, бред, ну, поймите, ну, зачем Сталину в Тиберии? Зачем им нужно расстреливать польских офицеров? Ну, незачем абсолютно. А вот немцам есть зачем. Депортировать их в СССР они не могут. Содержать их ну, как-то глупо. Ну, они взяли их, чтобы не мешали, да расстреляли. Ну, немцы-то, гитлеровцы не заморачивались с этим. Быстренько расстреляли, закопали. Вот таких методов. А вот массовых расстрелов большевиками, НКВД, не найдено до сих пор. Бутовский полигон начали раскопки, а там ничего нет. Нет никаких массовых захоронений. Никаких массовых расстрелов до сих пор не доказано. Отдельно там будем еще по Бутовскому полигону делать. То есть, как наносят грязь на нашу историю. И по Бутовскому полигону будем делать, и по Карелии будем делать. Там вообще мошенники. Мошенники заявили, что там нашли кучу массовых захоронений. Двоих из них посадили, нынешние даже власти их не выдержали, посадили за педофилию. Одного на 9 лет, а другого еще больше. А с 90-х годов они просто на этом зарабатывали, пиарили. А на самом деле два педофила все это раскрутили. Ладно, дальше возвращаемся к Катынскому делу. Так вот, дальше начинается. 22 февраля 1990 года Фалин направил на имя Горбачева записку, в которой сообщил о новых архивных находках, доказывающих связь между отправкой поляков из лагерей весной 1940 года и их расстрелом. Он указывал, что опубликование таких материалов полностью подорвет официальную позицию советского правительства о недоказанности отсутствия документов, а потому рекомендовал срочно определиться с новой оппозиции. В связи с этим предлагалось сообщить Юрюзельскому руководитель Польши, что прямых свидетельств, приказов, распоряжения и так далее, позволяющих назвать точное время конкретных виновников контентской трагедии, не найдено. Но на основании обнаруженных индиций можно сделать вывод, что гибель польских офицеров в районе Катыни дело рук НКВД и персонально Берия Меркулова. 22 февраля 1990 года вот эта паспель была направлена на имя Горбачева. 13 апреля 1990 года во время визита в Москву и Юрюзельского было опубликовано заявление ТАСС о Катынской трагедии, гласившее выявленные архивные материалы в Советском совокупности, позволяя сделать вывод о непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии Меркулова и их подручных. Советская сторона выражая глубокое сожаление в связи с Катынской трагедией заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма. Берия Меркулов вы помните в прошлых роликах я уже говорил о том в ролике СССР 2.0 кем был Берия сколько он сделал вот у него дела не было только вот какую-то кучку польских офицеров расстрелять ему больше дел нет. То есть этот бред он сквозит просто. Как видно никаких конкретных данных у Горбачева не было. Не проводилось исследование полученных документов. Основание для выступления заявлением от имени нашего государства не усматривалось. Поэтому заявление Горбачева является актом предательства и госизмены. кто бы сомневался что любитель горячительных напитков дирижер оркестра и просто наше историческое позорище Боря Ельцин бездумно продолжит линию Горбачева. Передавая президентские полномочия Михаил Горбачев лично передал Борису Ельцину и секретно архивные материалы по 1992 года Ельцин скрыл пакет а 14 октября передал их Леху Валенсия президенту Польши. В 1993 году во время визита в Польшу Борис Ельцин посетил памятник катынским офицерам установленный на мемориальном комплексе в Варшаве. Российский президент опустился перед памятником на колени сказав простите а потом еще и Путин опустился на колени почему мы должны терпеть это вот это все а кто-то перед нами извинился за эту ложь за Борю Ельцина за Горбачева за то что Путин опускался на колени вот Путин извинился перед нами это наша история это наше государство которое они очернили а если доказательства причастности Сталина и Берии в 90 в 90 в 2004 годах главная военная прокуратура СССР а после распада союза прокуратуры России занималась расследованием расстрелов в Катынском лесу второй раз занимались расследованием Александр Ставенков главный военный прокурор России сообщил что в ходе расследования сотрудники прокуратуры провели 18 экспертиз исследовали более тысячи объектов и 200 изгумированных тел а также допросили более 900 свидетелей отчет по расследованию проведенном российской военной прокуратурой опубликовал российский журнал вопросы истории вот только нигде не указывается на проведение почерковеческой экспертизы на самом главном якобы подлинном объединительном документе записки Берии в которой Берия предлагает якобы Сталину расстрелять их ну что они говорят там они там контрреволюцией занимаются давайте говорит товарищ Сталин простреляем записки Берия за номером 794 дробь от марта 40-го года от 5-го марта 40-го года нигде не упоминается что продовольная экспертиза проводилась ведь именно из-за этого документа началось начались покаяния Горбачевой на преклонение Ельцина и Путина от нашего лица сами потому что наши президенты да они представляют нас это же наши представители то есть после повторного исследования они подтвердили что вот был там расстрел условно говоря да они уже пошли кланяться подчеркиваю основной документ это записка Берии на которой все устроится сейчас мы ее зачитаем чуть ниже там стоят якобы на этой записке Берии стоят подписи Сталина и Берии подчерковедческая экспертиза не проводилась дело в том что у нас есть совершенно подлинные они называются мы делали об этом ролик они называются расстрельные списки Сталина которые вовсе не расстрельные списки Сталина вот они подлинные то есть это списки лиц подлежащих передаче на рассмотрение военной коллегии Верховного Суда СССР то есть это особая категория дел это действительно подлинные списки и там стоят подлинные подписи и вот когда вот эту записку Берии сравниваешь с подписями на вот этих вот список лиц подлежащих передаче военной коллегии Верховного Суда СССР подписи они визуально вообще различаются они они просто различаются там не надо быть экспертом подчерковедом чтобы понять что это полностью подделка дальше выступает товарищ Медведев этот наш алкоголезависимый тогда он был президентом России и говорит все точка поставлена чтобы ни у кого не было сомнений он публикует эту парку а вот сейчас ее с публикации сняли вот сейчас открываю свою вот эту статью по которой иду рассказываю там гиперссылки у меня а нету все с публикации сняли нету теперь этих документов в общем доступе вот этой особой папки он конечно я тогда ему сказал спасибо что Дмитрий Анатольевич ты хоть озвучил полную чепуху но хоть документ опубликовал чтобы все видели что ты озвучил чепуху вот тогда он ее опубликовал и что же там было смотрим само содержание вот этой записки читаем то что якобы Берия написал Сталину во первых она там два листа напечатана на разных машинках подписи не совпадают но само содержание о чем я сначала говорю зачем это было сделано обоснование зачем нужно убить польских офицеров но это же бред зачитываю дословно в лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в настоящее время содержится большое количество бывших офицеров польской армии бывших работников польской полиции и разведывательных органов членов польских националистических контрреволюционных партий участников скрытых контрреволюционных постанческих организаций перебежчиков и других все они являются закрятыми врагами советской власти исполненными ненависти к советскому устрою военнопленные офицеры и полицейские находясь в лагерях пытаются продолжать контрреволюционную работу ведут антисоветскую агитацию каждый из них только и ждет освобождения чтобы иметь возможность активно включиться в борьбу против советской власти органы нквд в западных областях украины и белоруссии вскрыт ряд контрреволюционных политических организаций во всех этих КР организациях активную работу роль играли бывшие офицеры бывшей польской армии бывшие полицейские и жандармы среди задержанных переписчиков и нарушителей да и в общем просят а вот такие вот они с горской полицейских офицеров они справятся не могут не могут их содержать в лагерях вот просто ну такое решение расстрелять как я уже говорил сравниваем подписи Сталина со списками мемориала они просто разительно отличаются сравниваем подпись Берии они разительно отличаются так вот благодаря выложенным этим это я то что делал визуально да но благодаря выложенным документам была проведена экспертиза почерковическая и зачитываю ее результаты из рассмотрения подписи членов политбюро ЦК ВКПБ на указанной записке Берии и тексты самой записки неопрорежимо следует доказывать все четыре подписи членов политбюро на записке поддельно все четыре подписи членов политбюро на записке выполнены одним человеком рукописные пометки на так называемые выписки из протокола номер 13 заседания политбюро ЦК ВКПБ направлены Берии и на листах номер 9-10 изъятых Протокол заседания политбюро ЦК УКПБ номер 13, особая папка, за 17 февраля-17 марта 1940 года выполнен тем же человеком, который выполнил подписи членов политбюро на указанные записки Берии, что, впрочем, находится под легким сомнением, так как текста для исследования критически мало. Подделка подписи членов политбюро «Непрофессионал, человек, ни малейшего понятия не имевших о почерковедении и тем более о судебных экспертизах по данному предмету». Подделал подписи членов политбюро «Человек с психическими отклонениями шизофренического круга». Подделал указанные исторические документы Д.А. Волкогонов, умерший в 1995 году от рака мозга, имевший психические отклонения вследствие органического поражения головного мозга, что доказано, смотри ниже ссылки на материалы. Действовал он один на свой страх и риск из бредовых побуждений. Если существует судебно-черковедческая экспертиза указанной записки Берия в рамках известного уголовного отдела расстреля польских военнопленных возбужденного в 1990 году, то она сфальсифицирована. Намеренно или нет, по невежеству, профессионал не мог принять данную фальшивку за подлинник. Сработана она предельно грубо, уже некуда. Даже с грамматической ошибкой в подписи Микояна. Это психическое отклонение автора подписи. Комментарии, думаю, излишни. Оставим за пределами нашего обзора другие весомые доводы. Разборов было много, много там читать, потому что люди тоже занялись. Я все эти разборы, расследования их прочитал, изучил внимательно. Также остается, вот все, вопрос он висит. Зачем нужно было их расстреливать? Ну и завершение к Путину, к нашему, любимому нашему вождю ХПП, хитрый плат Путина. Путин остался последователем продолжателя Горбачева и Ельцина. Путин, несмотря на всю очевидность фальсификации, также продолжал извиняться и каяться, открыто признавая вину СССР. И непосредственно Сталина. По версии Путина, Сталин просто банально мстил полякам за поражение. Самое интересное, что Европейский суд по правам человека в Страсбурге, по делу еиновец и другие против России, отказался принимать к рассмотрению документы с делом номер один, посчитав их откровенной фальшивкой. Вот Европейский суд с головой дружит. Эту фальшь просто выкинул. Кому надо, вон ссылочка у меня есть на этот документ. В статье, которую я писал, у меня все гиперссылки на каждый документ, на каждый доллар. Стразбурги отказались признавать вину СССР вострела. И получается, что Стразбург отказывается верить гебельцевской подделке. А Владимир Владимирович у нас несколько лет тряс это и на колени вставал. Кому присягал Путин, чтобы меня там не обвиняли, что я в отношении Путина недостоверные данные несу? Нет. Полтора месяца назад ФСБ признал, что Путин нес чушь. Пуш ФСБ признал, что виновными в расстреле являются гитлеровцы. Соответственно, ФСБ сказал, что Путин врал. И Путин не извинился перед нами за то, что он обвинил наших предков в этом подлом преступлении. Он даже слова не принес в качестве извинений. А мне бы хотелось бы услышать. Извините, я был неправ. Как-то так. Еще вопросы есть? Матросов нет вопросов. Возможно, у наших зрителей появятся вопросы. Пишите их обязательно в комментариях, друзья. Ты в комментариях. Я стараюсь отвечать на вопросы в комментариях, которые вы задаете по мере возможностей. Не забывайте, если понравилось, ставить лайки, подписываться. Делать репосты, рассылать это своим друзьям. Может, в чем-то мы ошиблись, что-то неправильно сказали, написали и так далее. Вы нас поправите. Да, да, поправляйте. Если есть у кого-то, мне вот тут говорят, что-то такое самоуверенно. А потому что я все проверил, что знаю. Я нахожусь в мой долг. Есть ссылка. Потому что я уверен. Если у кого-то есть, кто-то может опровергнуть. Welcome в комментарии. Пишите. Можете в личку ко мне писать. Welcome. Да, уважаемые зрители и слушатели. Благодарим всех, что вы были с нами и прослушали этот ролик. Оставайтесь на связи. Учите и изучайте логику на нашем канале. Смотрите другие видео. И всего хорошего. Выпьем за это.